Между человеком и властью. Эволюция административной юстиции. В Одессе судьи, адвокаты, ученые, представители региональной власти и общественных организаций обсуждали проблемы достижения отрасли по случаю дня административной юстиции. Одна из главных задач форума, по словам заслуженного юриста Украины Сергея Кивалова, обсудить законотворческие механизмы, которые позволят сделать работу административных судов более эффективной, а сами органы судоустройства доступными для населения во время админспоров. Более подробно о конференции в материале наших коллег. Будущее административных судов в системе координат реформы судебной отрасли. Практики и теоретики, судьи и адвокаты, ученые и общественники делились своими взглядами на проблемы и достижения, накопившиеся в административной юстиции. Экспертный форум принимал 5-й административный суд Одессы. Как отметил один из участников конференции, заслуженный юрист Украины, президент Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, наш город по праву принимал столь важное мероприятие. При становлении административных судов, административной юстиции в целом, центром по развитию и становлению научного потенциала в области административной юстиции было, конечно, Одесса. Мы первые создали кафедру административного процесса, административного права. И я, как сейчас помню, проходила дискуссия, нужно ли создавать. Но вот Одесса всегда является передовым городом в отношении будущего развития юриспруденции в целом в нашей стране. Я горжусь тем, что мы сегодня имеем самое непосредственное отношение к становлению вообще всех судов административной юстиции в нашей стране. Сегодня на плечи админсудов ложится немалая нагрузка, что и неудивительно. Админспоры в нашей стране – регулярное явление. Во время таких форумов участники ставят несколько основных задач – повышение эффективности работы судебных органов и их доступность для наших сограждан. «Виду заходу мы ждем методичной, в первую очередь, помощи для региона, для розв'язания конфликтов, которые есть в регионе. В том числе обговорения таких актуальных, загальных проблем в административном судочинстве, в законодательстве Украины, которое регламентирует деятельность судов, в том числе и розв'язания конфликтов в сфере публично-правовых отношений». «Мы выбрали такие темы, которые на сегодня наиболее актуальны, как мне кажется. Это инвестиционный климат в стране, это споры, связанные с морехозяйственным комплексом, и, как известно, наш суд обслуживает территорию Одесской, Николаевской и Херсонской областей, это весь юг Украины, это все транспортные и логистические потоки. Мы обязательно коснемся экологических тем, я считаю, что это очень важно, темы социального обеспечения». На протяжении многих лет специалисты в области административного права из Одесской юракадемии активны участники профильных дискуссий. Пятый апелляционный админсуд плодотворно сотрудничает с ВУЗом, подтверждением чего является функционирование двух кафедр на территории судебного органа. «Принимают участие судьи действующей практики, судьи Великой палаты Верховного судна. Принимают участие, приехали порядка, ну практически все председатели апелляционных административных судов. Они все разделяют нашу радость и с удовольствием поучаствуют в дискуссии. Вне всяких сомнений мы взаимодействуем с Одесской юридической академией, с национальным университетом. Мы пригласили экспертов от юридической академии. В стенах нашего суда это взаимодействие достаточно плотно, плодотворно и долговременно. У нас базируются две кафедри административного права и процесса и судово-правоохранных орган. При пьятом апелляционном административном суде діє філія нашої кафедри унверситетства, кафедри административного та фінансового права. І, власне кажучи, завдяки діяльності цієї філії ми наближаємо науку до практики. Ми взаимодіємо, наші науковці, із судьями п'ятого апелляционного административного административного права. Традиційно у нас, знаете, превалює теоретична підготовка студентів. І тут ми їх намагаємося наблизити до практики, щоб вони побачили, ну якщо хочете, помацали те, що їх буде чекати, коли вони будуть практикувати. Встановление административной юстиції в Україні проходило в очень непростых условиях, вспоминает заслуженный юрист України Сергей Кивалов. Уже после принятия Конституции України была разработана концепция административной реформы в Україні, одобренная президентом в 1998 году. Однако фактически первый законодательный шаг к созданию административных судов был сделан позже, в 2001 году, когда законом было предусмотрено, что председатель Верховного суда Украины совместно с министром юстиции Украины вносит представление президента Украины по созданию высшего административного суда. К слову, такое представление было подготовлено и внесено, но президент соответствующий указ не подписал. «Административный суд – это суд против власти. Любой гражданин может обжаловать действие или бездействие чиновника. И я помню, когда был принят административный кодекс, я был в Комитете по правовой политике, мы голосовали за него. Президент страны отказался подписывать закон, который утверждает административный кодекс. И вы знаете, тогда депутаты больше чем 300 голосов преодолели вето президента. И вот после этого события процесс административной юстиции стал на ночь». Основополагающая функция админсуда – диалог между обществом и властью. Во время конференции участники вспоминали о вызовах, которые время диктует стране. Впереди новые споры, касающиеся земельных и имущественных отношений градостроительства, экологическая безопасность, вопросы трудоустройства. «За последние роки десь до 10% таких справ розглядалось, бо більше розглядались питання занятості населення, працевлаштування, то я переконаний, що далі це навантаження на суди буде збільшуватися. Відкривається ринок. І ринок землі, питання, повязані з містобудуванням, питання, повязані з створенням генеральних планів розвитку територій. І найголовніше, що процес децентралізації запрацював». Учасники форума, к слову, напоминають, при созданні адміністративних судов в Україні був учтен лучший міжнародний опыт і з точки зрения доступності адміністративних судов для населення, і з точки зрения ефективності роботи цих судов. «В сучасній правовій доктрині принцип юридичної визначенності є доволі обговорюваним, йому приділяється достатньо уваги. І традиційно він розглядається як складова, невід'ємна складова принципу верховенства права. Верховенство права є таким нормативним ідеалом, до якого прагне кожна правова система. І верховенство права разом з такими явищами, як правдива демократія, права людини, складають таку певну тріаду, яка створює чи покладу на його основу сучасного європейського правопорядку». Експерты обсудили і ближайші можливі змінення в сфере адміністративній юстиції. Так, в стратегії розвития системи правосудія і конституційного судопроизводства на 2021-2023 годи поставлена задача изучення вопроса о можливості введення далнішого постепенного перехода к модели «одна область, один апелляційний суд». В його составі будуть образовуватися палати по рассмотрению уголовних, гражданских, административних і хозяйственних дел. Участники форума убеждены – такий переход требует глубокого осмысления і научного анализа, а також объективной оцінки соотношення ризка. В таких вопросах спешка не лучший советчик.